Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент Академии Страхования и Мультифинансов. В этом видео мы с вами разберем серую систему, которую наша команда создала по страхованию, но будем разбирать на примере именно электронного полиса ОСАГО, потому что там много своих спецэффектов, особенностей и так далее. Поэтому я предлагаю не терять времени и сразу начинать. Итак, мы заходим в нашу серую систему, находим вкладочку сделки и нажимаем добавить сделку. У нас первый статус, на который мы можем попасть, это статус лид, можем там техосмотр КБМ, но в нашем случае нам нужен статус лид. С него мы потом перейдем на статус электронная ОСАГО. Нам нужен клиент, ну давайте возьмем меня, например, пусть будет это я, я здесь буду клиентом. Опять же, можно, давайте немножко по-другому, все-таки сделаем тест клиент и добавим этого клиента в серую систему. Допустим, нам нужно здесь ввести, например, Кирилл тест, вот так вот, например, Кирилл тест. Отчество не будем вводить. Нам нужно единственное, что выбрать компанию, в которой этот человек работает. Компания у нас здесь, ну давайте возьмем, например, наша компания. Давайте возьмем нашу компанию. Это немножко глюк новой системы, потому что именно то, что нужно поставить обязательно компанию, в которой работает этот клиент, это немножечко глюк. Но я думаю, рано или поздно CRM-система изменится и все будет в порядке. Дальше пишем телефон, далее, тут смотрите, сразу создается почему-то контактное лицо. Нам надо это контактное лицо поменять просто на клиента, да, на клиента. И все, и, собственно, после этого мы можем выбрать тот продукт, с которым мы работаем и нажимать EOSAGO. Это, друзья, можно так сказать, новая форма создания, новая форма создания сделки. Нажимаем создать. У нас есть предыдущая версия, которой, в принципе, можно не пользоваться уже. Предыдущая версия обучающей системы, точнее, CRM-системы. И здесь все гораздо проще бы мы создали. Давайте нажмем добавить сделку. Давайте по старой схеме вам покажу. Он сразу бы выбрал нам продукт. Мы бы сюда, например, написали рыбаса, или давайте какой-нибудь там Puma-тест написали и нажали Ctrl-Enter. И у нас появилась бы необходимость добавить телефон. Мы, допустим, добавляем 8888-800-4-2-0-24. Да, то есть мы добавили, написали какую-то суть и здесь же выбрали EOSAGO. То есть этот немножечко удобнее. Видите, кстати, он определил у нас, что такая компания уже есть. Можно там выбрать ее в системе. Это немножко удобно, потому что формат клиента будет клиент сразу же. Но вот в новой версии, к сожалению, такой глюк. Но я все равно вам его пока объясню, расскажу этот новый глюк, ну то есть новую сделку с новым глюком, чтобы вам было понятно, чтобы вы потом не запутывались. Так, сейчас мы вернемся на новую версию. Вернемся на новую версию. И у нас с вами создалась сделка. Она находится на этапе лид. На этапе лид. Основной продукт EOSAGO. Что мы здесь? Мы можем здесь описание сделки по клиенту написать. Кирилл. Так, у Кирилла есть еще там 3 автомобиля. Мы, например, написали себе такую штуку. У нас есть здесь журнал. Журнал настройки мы можем включать-выключать. То есть что-то можем видеть, какие-то истории, какие-то не видеть. Поэтому вы самостоятельно здесь можете все это включать-выключать. Помимо всего прочего, вы можете настраивать вид сделки. То есть зайти в настройку и здесь, например, сделку сюда перенести информацию про нее. Например, файлы наоборот сюда перекинуть и так далее. То есть вы можете крутить, вертеть, как вам будет удобно. Допустим, вот она сделка. Я ее сюда перенес. Она сюда появилась. А где у нас тут файлики? Непонятно. Но файлов у нас нет, поэтому она и не появилась. Давайте поменяем обратно. То есть сделки мы все-таки сюда возвращаем. А это сюда. Все, мы сохранили. Наша задача какая? Мы, друзья, с вами находимся в CRM-системе на этапе лид. Что это за этап? Это этап, на котором мы должны сделать все. Мы должны сделать все для того, чтобы перейти на следующий этап. То есть нас на этапе лид система просит сделать какие-то вещи для того, чтобы она пустила нас перейти на следующий, на этап номер два. Он называется электронная сага. Это тот этап, на котором мы будем осуществлять продажу. То есть мы заходим сюда и смотрим, а что же нам нужно для того, чтобы перейти. Нажимаем восклицательный знак и у нас получается, что дата следующей коммуникации больше или равно сегодня. Ага. Что это означает? Для чего это нужно? Это нужно, друзья, ровно для того. Это нужно ровно для того, чтобы вы, если с клиентом договорились о встрече, о консультации, о какой-то ближайшей коммуникации, вы про это не забыли. Вы про это не забыли. Если сделка будет находиться на этапе лид больше, чем 24 часа, то она фактически будет признана системой как отказом и уйдет в отказ. И поэтому задачам вашей или задачам ваших менеджеров как можно быстрее перевести на этап электронная сага. Это этап продажи. Философия заключается в том, что если у сделки нет ближайшего дела, ее надо перекинуть в отказ. Потому что не бывает ситуации, когда у нас нет ближайшего дела с клиентом. То есть, если даже клиент нам говорит, я вам сам перезвоню, мы, конечно, ему говорим, хорошо, будем ждать вашего звонка, но все равно сами проактивно ставим звонок через 2-3 дня и так далее. И если уже мы звоним, и клиент уже все идет в несознанку и говорит, ой-ой, а я не хочу, купил в другом месте или у вас покупать не будут, вот тогда мы уже можем и вручную самостоятельно отправить эту сделку в отказ. Но пока мы работаем с клиентом, у нас всегда должно быть ближайшее дело. Поэтому давайте назначать это ближайшее дело. Что-то у нас будет звонок, допустим, мы напишем завтра, во сколько, в 12, 30. Видите, я все делаю пока без использования клавиатуры. Все. Здесь единственное, друзья, какая проблема. Вот у нас появился звонок, но так как мы находимся в карточке сделки, у нас есть вот эта карточка сделка, она называется, потому что вот здесь есть лид статус. У нас точно так же есть и карточка клиента. Давайте в эту карточку клиента попробуем зайти в соседнем окне. То есть есть карточка сделки, карточка клиента. То есть карточки клиента у нас много разной информации именно про это клиента, сколько сделок у него, сколько лет он там с нами страхуется, может быть паспортные данные и так далее, и так далее. то есть информация конкретно по этому клиенту, а здесь информация конкретно по нашей сделке, в данном случае мы работаем с ЕОСАГО и здесь будет вся информация именно по этой конкретной сделке. Так вот, когда мы в сделке именно ставим звонок, ближайшее дело, то система не понимает, это звонок кому? Звонок в страховую компанию, чтобы получить там какую-то информацию, звонок в банк, чтобы получить там какую-то информацию, звонок к своему куратору и так далее. Непонятно, какой он звонок или может быть даже и звонок этому клиенту, но система автоматически не понимает, что этот звонок должен быть осуществлен именно клиенту. Поэтому, когда мы попытаемся сейчас опять пройти, система не понимает, что получилась именно коммуникация, что создана коммуникация, создан звонок именно с этим клиентом. Поэтому мы заходим сюда и добавляем участника этого звонка и выбираем клиенты. И здесь что у нас? Это тест, да? Тест, давайте, тест, тест Кирилл. Вот он у нас появился. Все. Теперь, друзья, система определила, что это мы. Единственное, что мы именно запланировали коммуникацию с клиентом. Мы должны обновить, ну не вебинарную, а браузер, для того, чтобы система нам смогла нас пустить дальше. Давайте, видите, вот электронный полис появился. Но фишка заключается в том, что мы заходим в карточку клиента, карточку клиента и давайте посмотрим дела. Если здесь дела, так, дела, 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 мы заходим. Да, пока в делах, видите, ничего не отобразилось. Но это ровно потому, что мы не обновили карточку клиента. Обновляем карточку клиента и видим, что у него поставлен коммуникация на этого клиента на завтра. То есть, так как у нас всего лишь одна сделка, видите, номер 6, одна сделка на этого клиента, то у него отображается одна сделка и самая ближайшая коммуникация. Ну, например, сделку по ипотеке мог бы вести другой менеджер, другой клиент и у него точно так же были бы свои дела и задачи. И в итоге у него, например, три сделки, в каждой сделке стоит разное время коммуникации, потому что разные менеджеры работают по разным вопросам. И в итоге каждый менеджер, заходя в этого клиента, мог бы посмотреть, не накладываются ли его звонки друг на друга, как пример. Но фишка заключается в том, что здесь у нас мы тоже можем поставить историю, да, историю, какую мы хотим видеть по карточке клиента. И в итоге, если мы что-то будем менять и закрывать эту коммуникацию в карточке сделки, она будет отображаться здесь. То есть, вот можете увидеть, что мы поставили таким образом настройку, что все, что происходит в карточке сделки, она на самом деле будет отображаться в журнале, в карточке клиента. Что тоже достаточно удобно и интересно. Но нам надо двинуться дальше, то есть, мы двигаемся дальше, переходим на электронная сага. И как только мы перешли на электронная сага, у нас здесь появляется много-много интересной дополнительной информации, которую мы должны заполнить. Каждый раз, на каком бы этапе вы ни находились, основная ваша задача какая? Двигаться в следующий этап. То есть, у вас нет задачи, находясь на этапе лид, человеку сразу продать или доставить электронный полис. То есть, у вас задача с этапа лид перейти на этап продажи. Он называется здесь электронная сага. С электронного сага нужно прийти на этап оформления этого полиса. С оформления нужно перейти на доставку или выдачу этого полиса клиенту или передачу электронного полиса клиента. Дальше этап проверки и после этого уже финиш, после которого ничего двигаться не будет. В нашем случае давайте придумаем, что страховка стоит 11 тысяч рублей. Мы клиенту, допустим, придумали какую-то скидку 200 рублей. Комиссия пусть у нас будет 15%, но нам этого мало. И мы обычно с клиентов берем 500 рублей. Давайте здесь, знаете, как поставим? Все-таки комиссию поменьше, потому что если была бы комиссия 15%, то каких-то добавок нам бы уже не нужно было. Но если у нас небольшая комиссия, мы, например, берем надбавку за оформление. Но и сделали скидку, то есть фактически это скидка с надбавки. В итоге мы возьмем по этой сделке не 500 рублей с клиента сверху, а 300. Премия оплата в страховую компанию. Здесь нам надо определить, кто оплачивает. То есть есть два варианта. Клиент перекидывает нам деньги, мы оплачиваем со своей карты. Либо клиент ничего нам не перекидывает, мы просто ему отправляем ссылку и он оплачивает самостоятельно. Давайте разберем сначала сложный вариант, когда клиент оплачивает самостоятельно. Мы поставили такое значение, опускаемся в сценарий. Здесь появляется кнопка клиент оплачивает самостоятельно. Нажимаем на эту кнопку. Все, появилась галочка. И теперь смотрим, пересчитались ли у нас какие-то значения. Да, у нас получается, что здесь премия оплачена в страховую компанию не изменилась. Поэтому давайте обновим. Давайте обновим. Давайте обновим. И правильное решение получается, что премия, прямая оплата в страховую компанию получилась 11 тысяч рублей. То есть клиент за страховку будет напрямую платить в страховую компанию. И все, после того, как у нас такой расчет готов, мы нажимаем кнопочку рассчитать. И у нас появляются новые данные, новые значения. Причем видите, здесь в истории появляются быстрее эти значения. Ну и здесь, кстати, они вот тоже появились. Итак, что у нас появилось? У нас появилось, что премия реальная, то есть то количество денег, которое мы на руки получим от клиента. Это 300 рублей. Как получилось? 500 рублей наша надбавка, 200 рублей скидка и по итогу мы 300 рублей сверху с этого клиента получаем. Именно день денег. Дальше комиссия у нас от 11 тысяч 770 рублей. Суммарно мы заработаем на этой сделке 300 плюс 770 рублей. Мы, наша прибыль 1070. Причем комиссию 770 рублей мы будем получать от страховой компании в виде наличных, либо перевода на наш ИП и так далее. То есть мы со сделкой зарабатываем 1070 рублей, но денежный поток, сколько от клиента мы должны получить, это всего лишь 300 рублей. Давайте меняем. Теперь мы оплачиваем самостоятельно. То есть сначала нам клиент пересылает деньги, а после этого мы оплачиваем со своей карты. Вот здесь у нас появилась кнопочка нам делегировали оплату за полис. Мы нажали эту кнопочку. Что произошло, друзья? Произошла следующая ситуация. Прямая оплата в страховую компанию получилась теперь ноль. То есть ничего клиент в страховую компанию оплачивать не будет. Мы нажимаем рассчитать. И в итоге что у нас изменилось? У нас изменилась премия реальная. То есть на руки мы должны от клиента получить 11 тысяч 300. Из этих 11 тысяч 300 нам заплатит страховая компания комиссию 770 рублей. И в итоге реальная комиссия, то есть все вместе получится 1070. И на самом деле если мы 1070 отменим 7700, мы узнаем сколько мы получим чистой надбавки. Чистой надбавки по этой сделке. Но отдельно мы здесь это не стали выделять. Все, отлично. Давайте оставляем такой вариант. Как будто действительно нам клиент делегирует свое оформление. Но для того, чтобы нам отправить на оформление, представьте себе, что оформлением занимается человек другой. Не тот, который продавал. Будет заниматься другой. И для этого нам нужно определенную информацию заполнить. Ну допустим, нам нужна диагностическая карта. Если у клиента ее нет. Поэтому заходим. Сейчас какие-нибудь давайте просто любые фотографии я буду сейчас добавлять вместо документов. Да, кстати, попробуем давайте перейти на оформление. Видите, система нам на оформление не дает и выдает нам целый список, чего нам нужно сделать. Поэтому сейчас сначала мы заполним то, что мы видим. А потом уже будем обращаться к подсказке. Итак, давайте, давайте. Полис нам надо найти. Значение полис, полис, полис. Так, по автомобилю понятно. Марка модель. Где же, где же, где же, где же. У нас информация про полис. Нету здесь почему-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну ладно, значит нету. Тогда мы пишем. Давайте. Сейчас, 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 сейчас. Где же, где же, где же, где же, где же, где же, где же. Да, видимо здесь немножечко мороснуло. Здесь немножко мороснуло. Сейчас, подождите, может быть я пропускаю. Ну давайте, я запомню то, что есть, а потом, если что, я увидел там немножко косячок, мы его прямо в режиме реального времени исправим, вы как раз таки поймете, как это делать. Хорошо, дальше, то есть у нас есть электронный полис ОСАГО, что нас просит? Страховая компания должна быть, я на самом деле вот это и искал, да, период действия полиса и страховая компания, это, к сожалению, у нас этого значения нет. Ну давайте запомним все, что мы можем заполнить, а потом дальше будем двигаться. Так, дальше, поле документы ПТС и КБМ нам надо запомнить. Конечно же, да, чтобы оформить нам нужно ПТС, естественно. Для того, чтобы два раза КБМ не восстанавливать, не считал его отдельно продавец и отдельно не считал оформитель, то все это, конечно, нужно изначально КБМ посчитать и сделать его принтскрин. Так, что у нас еще осталось? У нас осталась дата встречи с клиентом и по полису, да, вот три значения по полису, они куда-то у нас пропали. Обидно же, обидно, досадно, но сейчас мы все исправим. Так, встреча с клиентом, давайте, дата встречи с клиентом, седьмое, допустим. Так, что у нас еще? Да, дальше проверяем. Так, электронный полис, юзер заполнено. Юзер это как раз-таки в данном случае оформлитель, да, оформитель того человека, которому мы диригируем оформление. Встреча с клиентом, да, все есть. Дальше смотрим. Да, не выполняются условия. Вот полисы, то есть у нас здесь не появилось почему-то значение полиса, да, она куда-то исчезла. Куда-то она исчезла. Сейчас знаете что? Давайте-ка я вот тут посмотрю. Вот оно, друзья, вот оно. Нажало здесь вот это значение. Оно должно появиться. Значит, все, настройку не будем делать, то есть и риски поставим, да, это значение. Все, соответственно, вот смотрите, по полису как выкатывает. Опять же, его можно сворачивать и убирать. Нам по полису здесь нужна какая информация? Нам по полису здесь, друзья, нужна информация, например, сама страховая компания. Ассистантская компания в данной ситуации нам не нужна. Это из другой немножко категории. Ну вот я увидел, да, увидел косячок здесь и, наверное, это с этим и связано. Все-таки давайте зайдем в настройки. Зайдем в настройки и это немножко подисправим. То есть у нас есть, допустим, этап электронного осаго. Мы нажимаем и мы понимаем, что на этом этапе нам не нужны вот эти следующие значения. Значения, да, следующие значения, где у нас тут полис появляется. Лицо принимает решение нам на этом этапе по электронным полисам не нужно, мы его прячем. Источник привлечения клиентов можем оставить. Дата начала полиса оставляем, дата окончания оставляем, оставляем. Дата оформления оставляем. А вот, например, количество дней, мы это все, конечно, убираем. Риски это не из нашей области, пока убираем. Количество поездок убираем, это все из страхования жизни. Мы просто недавно настроили процесс по страхованию жизни, тип отдыха. Мы тоже это все здесь убираем. Количество застрахованных убираем. Паспорт страхователя мы убираем. Убираем. Документы, данные по страхователю мы убираем. Все. С этого этапа нам ничего не есть. Риски, квартира, время, это все тоже мы убираем. Риски, багаж мы это убираем. Финансы перерасчитать мы пока оставляем. Полис, дата, оформление. Да, все мы с вами поменяли. Давайте обновим. Обновим. И смотрите, у нас сейчас из карточки сделки на этом этапе эти значения исчезнут. Должны, по крайней мере, исчезнуть. Ну вот, ассистанская компания у нас осталась. Давайте вернемся. Где там у нас это? Полис, ассистанская компания. Та-ра-та-та-та. Ну, можно по поиску. Ассистанская компания. Да, видите, здесь написано спрятано, но на самом деле оно по умолчанию. Убираем. Еще раз. Обновляем. Обновляем. Обновляем, обновляем, обновляем. И в итоге, в итоге, в итоге. Да, у нас получается дата начала договора. Давайте мы планируем, что дата начала договора будет 10-ая. Дата окончания договора это 10-ая, но нам нужно выбрать другой год. Да, выбираем другой год. Далее. Период действия полиса мы ставим 12 месяцев. Дата оформления. Ну, дата оформления давайте пусть будет там с завтрашним днем. Да, с завтрашним днем. Все, мы эти значения заполнили. И у нас, друзья, появилась возможность перейти на оформление. На оформление. Но этап оформления мы, друзья, разберем с вами уже в следующем уроках. Что и как на том уроке будет. Что у нас еще получилось, друзья? Во-первых, все файлы у нас собрались. Видите, вот здесь в одном месте. Кстати, риски, видите, у нас остались. Давайте уберем. Риски, 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 риски. Мы уберем из этого бизнес-процесса. Вот риски NS. Написано, что спрятано. Но на самом деле по умолчанию. Значит, не спрятано. Это мы убрали. Но что у нас здесь интересного, друзья? Во-первых, мы можем посмотреть все файлы. То есть, нажимаем на файлы, заходим на эти файлы и можем их в таком режиме посмотреть. Что мы тут сюда прикрутили. То есть, если это будут наши полисы, ПТСы, квитанции. Все очень удобно, можно посмотреть. Далее, если нам нужно что-то пересчитать, мы можем еще раз пересчитать. Если нам нужно отправить, например, там специально настроенные e-mail'ы, можем отправить. Здесь появилась инструкция E2. Ну, давайте посмотрим, это инструкция наша или это по другому бизнес-процессу. Так, 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 как перейти на следующий этап. Нужно заполнить все поля, которые вносит система. Например, страховая компания должна быть. Да, то есть, вот здесь получается, мы самостоятельно внутри системы для новичков, для тех, кто еще не разбирается, можем, например, отправить сами себе инструкцию и с этой инструкцией разобраться. Все, друзья, меня зовут Кирилл Рыбасов, Академия Страхования и Мультифинансов. Ставьте, пожалуйста, лайки и отвечайте на домашние задания. Всем счастливо, пока-пока. Продолжение следует...